Все то, что касается турецкого ассортимента, это носит весьма ограниченный характер. Представители красноярских торговых сетей к возможному запрету турецкого начали готовиться еще на прошлой неделе. Поэтому к моменту, когда стал известен конкретный список продуктов, продавцы уже вели переговоры о закупке фруктов и овощей с другими странами. Итак, с января будущего года в Россию запрещено возить турецкие помидоры, лук, цветную капусту и брокколи, огурцы, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, сливы, землянику, а также замороженных кур, индеек и еще соль. В красноярских торговых сетях отмечают, исходя из сезонности и географии, больше всего из турецкого мы покупали все же апельсины. Мандарины, апельсины, цитрусовые, они во время плодоношения, а это с октября по декабрь, когда как раз самый урожай турецких, цитрусовых, они составляли у нас порядка 20-25% в нашем товарообороте. Именно я повторюсь в этой категорийной группе. Но опять-таки сейчас мы уже нашли варианты замены этим продуктам Африка, Азия, часть Европы, потому что они нам помогут и покупатель на себе не ощутит ни в качестве, ни в цене никакого ущерба. Это в основном цитрусовые фрукты, а не овощи, потому что овощи в основном мы съедали в центральной России, до нас они просто не доезжали. Общая доля в товарообороте составляет порядка 30-35% то есть вот такая турецкая представленность. Насчет замены там, где она действительно понадобится, да, и нужно будет просто сохранить объем, потому что ассортимент он есть и так. Ну возьмем, допустим, те же мандарины. Есть выбор, есть мандарины рядом лежат Китай, есть мандарины Марокко, то есть выбор он и так сохранится. Где нужно будет оставить объем, над этим работают поставщики наши сейчас активно, соответственно, пустых полок точно не будет, ну и подорожание тоже. Продавцов изменяющиеся условия не напугали, покупатели тоже абсолютно спокойны. Считают это эмбарго естественной реакцией на турецкую провокацию. Сейчас в настоящее время китайские покупают, где они метрики вкусные, а турецкие они такие поплотнее, но все равно тоже вкусные. Ну не будет и не надо. Кроме продуктов в запрещенный список попали и гвоздики, но тут и вовсе, по мнению экспертов, нет повода для переживаний. Если мы берем 90-е годы, когда только было становление и нашего рынка, и в общем-то турецкого рынка, тогда была еще и израильская гвоздика, но это 20 лет назад спрос был очень большой. То есть мы на 8 марта возили миллионами гвоздик, сейчас там от силы тысячи. На красноярский рынок никаким образом это не повлияет, потому что по сути турецкого цветка здесь в городе Красноярске практически нет. В перечень федеральные власти включили только те товары, которые можно безболезненно заменить. Руководители краевого правительства уточняют. Доля Турции в общем объеме товарооборота в нашем регионе порядка 4-5 процентов. И в большинстве эта продукция не из запрещенного списка. Важнее все-таки здесь вот то психологическое, идеологическое настроение, которое мы испытываем с уважением, относясь к народу турецкому. Но вот то, что произошло, то произошло. Дефицит товаров, которые ранее поставлялись из Турции, у нас его не будет. У нас есть возможность его заместить другими товарами, вернее товарами из других стран. Подтверждают эти данные и подсчеты Сибирского таможенного управления. По данным таможенной статистики Российской Федерации, за 11 месяцев 2015 года в регионе деятельности Краснодарской таможни продекларировано 69 тонн товаров, страной происхождения которых является Турция, на сумму 961 тысячу долларов США. Это такие товары, как меховые изделия, инструменты, ножевые изделия, ложки, вилки, оборудование различное, а также химические вещества и другие товары. За ценами на продукты обещают следить в Министерствах торговли и сельского хозяйства страны. Красноярские же ритейлеры уверяют, без мандаринов на праздничном столе и в этот Новый год точно никто не останется. Дина Володина, Андрей Крупнов, Александр Ермошенко. Новости.